Всем привет! Привет, с вами ваш переводчик Асулхан и сегодня у нас Fairy Voice Mother, а точнее Лолли, это преподаватель по вокалу и певица из Великобритании. Кстати, она часто пытается повторить за Димашем и у неё это получается лучше всех, это чисто моё мнение. Всем приятного просмотра! Привет, мои дорогие! И сегодня я собираюсь сделать реакцию. Димаш Кудабергенз. Он исполнит песню. Это самый популярный запрос в комментариях под моим последним видео. Я без понятия, кто он такой. Я не знаю, что у него за голос. Вообще не Бельмеса. Я ничего не знаю о нём. Я ничего не знаю об этой песне. Так что всё, что я скажу в этом видео, будет искренним, так как я смотрю это с вами в первый раз. Раз вы собрались посмотреть это видео, будьте добры, выпейте полный стакан чистой водицы и вы сразу же почувствуете себя в разы лучше. Станете свежее и получите заряд энергии, да и проживёте вы намного дольше. Всё, молчу как рыба. Поплыли. Как тяжко, вот так идеально начать своё выступление. Без всяких плоских нот или когда чересчур много дыхания. Это была идеальная высота тона. И зрители оценили это. Что, простите? Леди и джентльмены, мы всего лишь 20 секунд смотрим это выступление, но нам уже довелось услышать ноту си в трёх различных октавах на одной и той же громкости. К такому я уж точно не была готова. Давайте разберёмся с его техникой до того, пока у меня не случился эмоциональный срыв. Эта вокальная техника называется фальцет. Если вы хотите попробовать эту вокальную технику, то вздыхайте как малюсенькая фея. Вот так. Я называю это оханьем феи. Это помогает телу и разуму приготовиться к небольшому количеству воздуха и к различным эмоциям, которые исходят из ваших фальшивых голосовых связок. Фальцет обычно поют дальней задней частью. В заключении скажу, что этот парень просто отточил свой фальцет. У него просто идеальное количество воздуха и идеальная расстановка для получения такого чистого звука. А тут у нас что? Мы называем это рыданием. Потому что это звучит как плач. В этом главная разница между этой нотой и той, которую он взял до этого. Всё дело в положении гортани. Ведь эта нота не выше той, которую он взял до этого. Но она звучит объёмнее. Потому что когда гортань наклонена, я ща вам всё докажу. Вот здесь его адамово яблоко немного выдвинуто. Кстати, адамово яблоко или кадык. Это выступ в гортани. Или это верхняя часть щитовидного хряща. У женщин он тоже есть, но его просто не видно. Вы должны были увидеть, как он переключается с нейтрального положения гортани на идеально выполненное наклонённое положение гортани. Сумасшедший! Большую часть времени у него очень выдвинутое положение гортани. Это даёт ему эту непрерывность между нотами. Потому что он точно знает, как выставить своё положение гортани. Иногда певцы звучат немного напряжённо. Потому что их гортань живёт своей жизнью. А здесь всё очень подрассчитано. Полагаю, он обучался классическому пению типа бельканта. Этого просто не может быть. Божечки мои, не знаю, хватит ли меня, чтобы послушать это ещё раз. Я знаю, что он делает. Но при святые отцы... Я просто... Невероятно! Держись, моё бедное сердечко! А ну-ка поднимите руку, если вы мужчина и можете с такой же лёгкостью петь смешанным голосом на ноте FADS5. Что он здесь сделал, так это натренировал определённые мышцы гортани, чтобы растянуть свои голосовые связки, пока они не станут очень-очень тонкими. И он не переключается на фальцет, это его настоящий голос. Я бы, конечно, продемонстрировала, но здесь это будет настоящим кощунством. И только один бог знает, что же будет дальше. А здесь опять этот фальцет, только на этот раз ещё тоньше. Он ведь даже не напрягается и не выдавливает это из себя. Достигая такой тонкий, яркий и блестящий вокал, невозможно использовать слишком много воздуха. Поэтому он весь такой на чиле на расслабоне. Он использует свой разум и мышечную память, чтобы предоставить своему голосу идеальное количество воздуха для воспроизведения этого звука. Блин, я его уже боюсь. Ему хана. Вот этот человек уже никогда не будет прежним. Посмотрите на его лицо, которое он сделал перед этим моментом. Типа такой. Но вы же знаете, что сейчас будет. Так что пристегнитесь, солнце мои. То, что он взял вот эту ноту, как бы уже впечатляет. Но лично мой чугунок больше вскипел из-за другого. Походу его казаночек тоже. Это то, что он так плавно переместил свою гортань с передней позиции в заднюю, при этом поддерживая это красивое закрытие связок. У меня сейчас сердце из груди выпрыгнет. Я не знаю, как я не слышал о нём раньше. Если вы продолжите отправлять мне рекомендации на таких певцов, как этот, то в следующий раз мне придётся подключиться к кардиомонитору, чтобы вы видели, через что вы заставляете меня пройти, как же я его понимаю. Сейчас его голосовые связки намного толще. Слышен этот вес в его голосе. Этот бэк-вокалист походу только что лишился работы. Слышен этот вес в его голосе. Слышен этот вес в его голосе. Он вместе уже наложил бы там кирпичей. Походу эти лазерные лучи это телепорт, который заберет его назад на космический корабль, на котором он прилетел. Его техника имеет глубокие корни из оперного классического стиля. У него искусный контроль над своими голосовыми связками. Самое впечатляющее для меня в его голосе это то, что он настолько тонко растягивает свои голосовые связки. Это невероятно, как он сбрасывает и набирает вес в своем голосе. И делает это так согласованно и точно. И, конечно же, этот невообразимый фальцет. Надеюсь, вам понравилось это видео так же, как и мне. Если у вас на уме есть певцы и вы хотите увидеть мою реакцию на них, пишите. Особенная благодарность всем, кто просил реакцию именно на это видео. Я рада, что сделала это. Люблю вас всех. Увидимся в следующий раз. Пока. Всем спасибо за внимание. Как же мне нравятся реакции Лоли. Также, если вы хотите поучаствовать в наших видео, то напишите мне в Телеграм. Ссылка будет в описании. Я эту тему не забросил. Мне будет очень приятно, если на экране реакцию будете делать вы, а не я. Поэтому присоединяемся, не стесняемся. Всех люблю. Всех обнял. Пока.